ну что друзья всем привет сейчас мы с вами посмотрим что у нас внутри в аппарате black view bv 9100 ну и тем кто не в теме напоминаю что аппарат не разборный якобы но как некоторые говорят то есть батарейка у нее не съемная само собой он легко разборный потому что у него сзади вы видели болты первым делом включаем самолетик потом от греха лучше все-таки выключить питание ну и после этого начнем откручивать болтики делать это я хотел сегодня шуруповертом но что-то подумал что одна маленькая осечка и я сломаю устройство поэтому по старинке крутить буду ручками не она для на она это просто шуруп ни хрена не затянут нормально живем хорошо что я начал сначала разбирать они сначала тестировать на водонепроницаемость никаких шайбочек резиновых не то значит конструкция наверное с намеком на полную герметичность и без этих шайбочек сейчас узнаем некоторые в теме надеюсь что бывают модельки с резиновыми шайбочками кстати лоток надо тоже удалить пусть он лежит ждет своего часа на иногда бывает непросто понять за что надо подцепить на крайняк есть жесткий метод не хочет жестким методом есть победа между собой кнопочки склеены чтобы не разбегались вот что у нас внутри под панелькой непонятно почему тут мятинка ну да ладно направляющая какая-то сейчас покажу вот есть отверстие здесь палочка на которой она одевается и здесь тоже здесь и здесь ну ладно в принципе правую сторону сняли сейчас снимем левую если кто из новосмотрящих заново будет докапываться к моим ногтям это не болезнь точнее к моему ногтям то я его разрезал некогда ножом меня там просто теперь два ногтя на одном пальце так что не надо докапываться у меня один тут полемику разводил блин недели две мозг выносил как вы можете с такими пальцами почему вы не хотите их вылечить блин потому что вылечивание данном случае поскольку это не то о чем вы думаете довольно таки жестко это нужно ногти вырывать я не хочу ноготь вырывать нет не хочет по есть но и здесь вы видите тоже приклеена скотчем и кнопка довольно таки резко утоплена необычная кнопка на самом деле на мой взгляд совсем какая-то необычная то есть прозрачная целлофашка засиликоненная по периметру ну ладно спорить с производителем не будем что есть то есть говорится наше дело разобрать дальше каждый решится как ему эта сборка так есть на прокладочка или нет вроде как нет неужели как бы в 4000 весь герметичный по периметру главное все одним номером отвертки открываются не то что 6000 7000 8000 где по уму то два номера было да конечно и я и многие умудрялись одним номером это расковыривать только в одни болты входила отвертка с трудом другие легко но по уму там все-таки четыре номера было разных ой господи 2 номер разных было так что по уму то там не так хорошо здесь именно один идеально встает ну что тадам сейчас будем смотреть что у него внутри лишь бы ничего не порвать это меня всегда убивает так и по моему еще заглушка мешается под ней наверняка тоже что то есть точно под ней еще один сурубтик тоже тот же номер кстати только покороче надо не забыть что этот отдельный это от заглушки ну теперь будет дубль 2 тогда тогда опять не лезет опять что ли под шильдиком или что-то еще любят они то под шильдик шурупчик спрятать то еще чем чтобы каждый первый открывающий поломать стремился вдруг ну нет я не наблюдаю шурупчиков непонятно не уж то сделали какую-то разрушайку или придется шильдик отклеить от греха чтобы убедиться что там нихрена нет такая ножницы еще не спускал блин смотрим нету вроде бы хотя не факт еще только ради канала не сделаешь то его обратно тогда на клей приклею если там ничего нет ой камера то не там нет ничего там не было а ведь словно держится не уж то здесь а под этим шильдиком блин не удивлюсь в таком ходе или тут нет блин и тут нет как же ты открываешься то блин на защелке всего-то вот тут вот запоминаем одна защелка расположена то есть если смотреть на экран вот здесь то есть из нее нужно аккуратно вытаскивать это вот таким движением сейчас отъеду камеры то есть вот так стремитесь немножко свет сдвинуть и все и она легко откроется так ладно изучаем что у нас есть но во первых кучу всего что мне потом придется за кадром приклеивать есть бы 7000 вроде бы так на задней крышке у нас получается антенна nfc все беспроводной зарядки получается нет вроде как так и внизу у нас это у нас что да хрена узнает какая-то антенна причем пока неизвестно какая так это у нас заземленный кожух аккумулятора то у нас какие-то железячки 4 штучки которые куда-то упираются и они между прочим заземлены непонятненько больше непонятненько вот это вот как будто тут вода была хотя визуально на платье вроде воды нету его горит слепила из того что было потом что было то и вот те на те ладно на банке написано 13 только стандартная зарядка лимитированные вольты загрядки 44 никогда не помещать батарею высокотемпературную зону ну и так далее сейчас покажу надпись тем кто любит почитать ну все так что дальше попробовать попробовать вот это открутить разве что и отвертка ты где на чем-то держится а если на клею блин или на зажимки на это собака держится вот Продолжение следует... Чтобы это отключить, мне нужно, получается, сначала материнку снять. Блин. Шурупчик с пломбой. По уму его трогать не надо. Ну, что, мы зря разбирались, что ли? Только не говорите, что я опять его снять не могу. Так, включаем свет на камере. А, вот еще один. Вот еще. Главное не лапать за глазки камеры. Они, говорят, могут пригодиться что-то пофоткать, например. Вот, например. Блин. Блин. Еще догадайся, пойди. Как тут что? Все. Победа наша. Так. Так. Ну, на воротах-то, конечно, тут не хиленько. Ну что, еще один торжественный момент? А, нифига, еще вон шурупчик. Так, этот черный надо не забыть. Так, вот это у нас аккумулятор есть. Вот он. Во как. В данном случае аккумулятор даже никак не приклеен. А тут у нас какая-то кака затесалась. Ну что, прикольно. Вот что интересно, да? П-10000+. Такое чувство, что родоначальник этого аппарата П-10000. Хотя и по дизайну, в принципе, это улавливается. Так. Ну, как мы видим, цельная металлическая рама. Ну, не металлическая, как алюминиевый сплавчик какой-то. Экран виден вот здесь. Так что, значит, в этом месте, если вы чем-то тюкните, то экран может разбиться. Раз. И вот в этом месте два. То есть две слабые точки. Но без них невозможно. Где-то же должны шлейфы проходить. Ну, а дальше. Кто у нас тут поумнее? Смотрим, думаем. Четыре точки, куда касается, скажем так, железяка с камеры. Вот они. Это, видимо, теплоотвод, я так понимаю. То есть тепло отводится прямо на эту железку камеры. Что, молодцы. Вот это вот, правда, непонятная мне капелька. Такое чувство, что они царапнули шлейф при сборке. И капнули смолой какой-то. А я педант. Я эти штуки поровнее хочу. Нет, криво. Вот так. Соответственно, и тут. Вот так. Но эту не знаю. Ладно, м860. Что-то там. М681. Короче, непонятно. М-ки. Всевозможная хренатень. Будет, чтобы камера хорошо влезала. Во. Ну вот как-то так. Почему нижний кожух у нас не снимается, я без понятия. О. Снялся. Теперь мы видим. Не видим. Теперь снова видим, что динамик тут цельный. Вместе с кожухом. Закрыт какой-то сеточкой, где у меня уже в наличии мусор. Значит, вот то самое злосчастное место, которое многие будут частенько чистить. А вот что необычно. Вот микрофон. Он сквозь что идет. А не сквозь что. Вот какая у нас прокладка на динамике. Крутая. Вот на ней все и держалось сейчас, видимо. То, с чем я боролся. Так, а звук проходит у нас... Ну, нифига себе. То есть, все-таки вторая дырка не просто так. У второй дырки скрыт микрофон. Так что, если вы будете закрывать его рукой, то капец. Так, по поводу гнезда и герметичности. Герметичности в гнезде просто ноль. Значит, герметичность именно за счет заглушки. И забывать закрывать заглушку нельзя ни в коем случае. Ну, а поскольку она у нас не супер мягкая, а такая довольно-таки плотная, значит, особо большой герметичности надолго у нас не будет. Мое мнение такое, что она герметичной будет максимум год. Через год надо заново менять. То есть, это аппарат не для дайвинга стопудово. Ну, никак он не выдержит, если вы будете с ним плавать. Шлейф какой-то. Причем, вот эта вот фишка была ни хрена не приклеена. А ведь наверняка должна быть была приклеена. Надеюсь, что из-за этого и был у меня один косячок с тачем. Может быть, сейчас он и пропадет, когда я эту штуку приклеил. У меня изредка был такой прикол, что если ты его не держишь в руке, то на экране ничего выбрать не можешь, что неким пальцем, только плашмя большим. Как будто не хватало емкости. Может быть, вот из-за этого. А может быть и нет. Ну что, все. Дурью помаялись, начинаем собирать. Ну, банка такая существенная, скажу я вам. Это, я так понимаю, теплоизолятор наоборот. Теперь они решили, что нужно батарею изолировать от системы. Молодцы. В принципе, ничего не скажу. Но весит она как с детс, конечно. Сейчас паузу за весами сбегаю. Да уж, как-то надо разгребать место под весы. 172 грамма, сама банка. Что же вы хотите тогда? Ладно, собираю. Нет, не собираю. Надо сначала одеть кожух, получается. Что же я торможу-то? И вы не забывайте. Вот, сначала вот так. А потом, видимо, нужно повернуть до щелчка. И значит, вынимать наоборот. Надо было раз, потом два. Соответственно, можно его и прикрутить. Раз, два, три, четыре. Надеюсь, это вообще отсюда было. Хотя на глаз они одинаковые. Сейчас. Ух-х-х-х. Ух-х. Ух-х-х. Ух-х. Ух-х-х. Ух-х. 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 не не вот дырка напоминаю чрезмерные усилия противопоказаны многие болты срывают не нужно ничего отрывать не умеете сами регулировать используйте динамометр или что-то там вроде есть динамические ключи до определенного усилия и все я пока еще ни одного шурупа не сорвал поэтому доверяю своему чутью если кто-то рвет шурупы постоянно то не советую доверять своему чутью советую или не дотягивать или использовать динамические ключи или как-то они там называются так это есть теперь это только с нужной стороны от кабеля антенного или кабель антенной поднять надо дурь унимается лег можно прикрутить ну конечно жалко что нет беспроводной зарядки но хрен на нее он а и но и и и и и Где? О, со щелчком села, значит попал. Так, теперь. На этот раз у этого кабеля есть четкое свое собственное место. Офигенно продуманный аппарат в этом плане. Теперь надо попытаться закорячить обратно все, что было и не поломать, и чтобы все было хорошо. Так, первое челночное движение здесь, второе отгибаем камеру тут. Ну, а теперь начинаем попадать на эти прямоугольнички. И что-то еще, а и вот сюда, вот так вот. Ну, в общем, вот. Так, Мундельштамм. Там же, помните, да, черненький был? А я, конечно же, про него забыл. Так, ты отогнись, и ты отогнись, вот он. Так, он у меня был отдельный, вот он. Он даже не магнитится. Нормально живем. Нет, это не тот, это заглушка. Да я не прав. А где этот, я не помню, значит обычный будет. А, стоп, вот же он и есть, поэтому снизу и лежал. Сейчас проверим. Главное усилие не применять. Если не попер, значит не его посадка. Так, блин, как сложно через камеру на расстоянии-то. Тем более, когда там перекос, по-моему. Вот так должно быть. И пошло дело. Все. Дело вошло. Потом я забыл аккумулятор пристегнуть. Нормально, нет вообще. Что-то я фигней какой-то страдаю. Тогда уж давайте и батарейку до конца прикрутим. Чтобы уже все шло правильно. Главное, чтобы пациент не умер в результате вскрытия. Все остальное фигня. Ну и чтобы он не включился раньше времени, тоже неплохо бы. Так, эту приклеиваем. Здесь заново начинаем. Челночком сюда. Камера. Вот так. И все эти четыре квадратика должны попасть в соответственные дырочки. И начинаем прикручивать эту фиговую тучу саморезов. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, неверно, это потом Так, неверно, это потом Питание как бы подано Лего собираем Так, это мы теперь приклеиваем Это мы тоже приклеиваем Он, кстати, на заземлении еще вдобавок ко всему висит Но осталось понять, где мы не приклеили Из того, что было нужно Ой, не прикрутили Вот один нашел Ну, в общем-то, он ожидаем Его сейчас я и ждал Осталось вспомнить, где был еще один У нас как минимум один неиспользованный шурупчик Вот это хреново Так Начинается утро в Париже, блин На двери висит мочало Начинаем все сначала Видим, да, надеюсь? Вот здесь шуруп Он должен прижимать аккумулятор А не быть поверх На двери висит мочало Начинаем все сначала Вот здесь шурупчик Не, куда это я полез? Мне туда не надо Мне вот эту надо Сдвинуть Короче, как все весело, блин Нет, выключу я камеру Сделаю это глядя В спокойной обстановке Открутил я все это дело Теперь покажу, где был мой косяк И чего делать не стоит Вот, во-первых, у нас аккумулятор снятый Да? Вот этот шурупчик я прикрутил рано Всего лишь не нужно его вкручивать Сначала Вот То есть мы кладем аккумулятор Так, напоминаю, с этой стороны Начинаем Чтобы не повредить кабель Вот Ну и потом только прикручиваем этот шурупчик И вот тогда у нас все будет хорошо Ну а дальше то же самое, что уже было Заново прикрутить аккумулятор Положить кабель Связывающий материнку и нижнюю плату По ней идет у нас, напоминаю Связь антенны с мозгами телефона Ну или смартфоны как более правильно Как я уже тысячу раз людей поправлял А сам говорю Косячу Опа Магнит к магниту, это жесть Не надо так повторять Еле оторвал Причем не глядя, блин Мог порвать все Неодимая, не жестко держится Так 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 На левой рукой, правой рукой, блин. Если я еще сейчас капель поврежу, я уже его мог повредить. Там вот видно, заломчики есть. То мне придется потом кабель менять. Но я надеюсь, что он сильно защищенный. Поэтому эти заломы, надеюсь, на нем не отразятся. Надеюсь, что эти заломы это не что иное, как просто вот это вот. То, что он в пазах сидел. У прессованности, скажем так, от пазов. Ну вот так. Раз, два. А тут мимо. Ладно, будем разбираться по ходу. Вот так. так аккумулятор пристегнул или опять нет конечно нет как говорится где я где аккумулятор а его нельзя железкой болин поправлять господи как мне надоело это лего блин сына моего надо сюда они меня он любит лего блин я лего не люблю че будет скоро новая рубрика разборку ведет саша латухин она нет пока химию с физикой не изучит не будет браться не позволю клавиатуру жалко блин телефону-то похрен клавиатуре то нет ну что тест включаем ну как минимум включился тоже радует сейчас будет материться где его симки как сейчас чуя это рано так вспомнил зажимка то есть сначала низ так вот щелчок слушали потом вверх так где 4 было это вверх ну и проверяем работают ли камеры звук и так далее до полной сборки ну вибро уже работает запрос про fruit гениально были звук есть камера работает фронтальная камера работает все завершаем сборку погасись а а а Вот так. Короче, в плане починить, я думаю, этот аппарат будет даже полегче 95.00, потому что 95.00 плата уж больно многослойная, здесь, по-моему, слоев поменьше. Опять же, материнку мы не снимали, поэтому гарантировать, в принципе, не могу. Так вот, шильдики отклеивать не нужно, я сейчас их буду бедной обратно клеить, вы их не трогаете, если будете разбирать. Под шильдиками шурупов NET. Так что не смотрим на то, что у меня он приклеен. И здесь под шильдиком, кстати, заметьте, находится клапан, как я понимаю, специальное отверстие. Так что абсолютно герметично, если я его заделаю, там тоже проблемы будут. Не забываем об этом, что в этих защищенных смартфонах все отверстия не просто так. Если есть какое-то отверстие, не заделанное ничем, значит, скорее всего, под ним располагается мембрана, и это спускной клапан давления. То есть, когда вы меняете высоту, давление окружающей среды меняется, и оно давит на динамик уже по-другому. Динамик может заглохнуть. Чтобы этого не было, существует датчик, ой, датчик, клапан давления, который выравнивает это давление внутри корпуса и снаружи. И динамик глохнуть не будет. Работает он медленно, предупреждаю. Если кто говорит, вот, я вошел в лифт, поднялся на 105-й этаж, он заглох. Правильно, он и заглохнет. Только потом, спустя какое-то время, он обратно отпустит, потому что давление постепенно выравняется. Так, я, кажется, понял, где накосячил. А, у нас режим полета до сих пор, то есть я не накосячил. Если кому выбешивает бряканье кнопок, вот там с обратной стороны можно скотч еще один приклеить. Никакого бряканье кнопок не будет. Меня оно не бесит. Мне как-то похрену. Поэтому я не трогаю. Просто у всех толщина кнопок на какие-то доли миллиметра может отличаться, поэтому у кого-то может брякать, у кого-то может не брякать. Если вам кажется, что у вас кнопки брякают, ну, подложите вы немножечко там тонюсенький скотчик и все. И ничего брякать не будет. А то есть тут уникумы. Спор открывают из-за того, что у них кнопочки брякают. Ничего, что кнопочки железные, блин. Железо, когда отливают, оно немножечко разное бывает. Потом его шлифуют. Еще могут немного по-разному накосячить. Получается разница в долях миллиметров. Да, кстати, теперь самолет убираем и смотрим. Симки-то работают? А то симки-то я и не проверил. Ждем. Двигайте так. Ну, короче, как минимум увиделись. Ну, все, начал знакомиться с сотами. Все, сигнал пошел. Значит, все, разборка успешна. Все очень здорово. Шильдики потом. Затычка где? Или затычка на месте? А, затычка на месте. Это под ней шурупчик эксклюзивный. А затычка-то на месте. Ну, все. Всем пока. Спасибо за внимание, как говорится. А я пошел думать, как обратно приклеить то, что я тут понатрывал. Блин. Натворил делов. Ладно, все. Всем пока. Спасибо за внимание. Ну, и если есть еще оставшиеся вопросы, на которые я еще не планировал сделать ответ, задавайте. Буду рад. Всем пока. Спасибо. Поэтому Bon Pueblo. Подписывайтесь. Обвините. По о чем Leonardbre. Количество. Как мы. Любови. Надеюсь.